Время, деньги, говорят сотрудники таможни, и это действительно так, ведь чем быстрее. Грузовые автомобили пройдут все таможенные процедуры, тем быстрее груз прибудет к заказчику, тем быстрее поступит в торговую сеть или на предприятие, а значит, более быстрым будет и поступление средств в казну. Поэтому время и деньги в данном случае – понятие сопоставимое, что немаловажно, повышается транзитная привлекательность Беларуси. С 5 по 9 февраля текущего года был проведен мониторинг прохождения транспортных средств через пункты пропуска Козловичи и Корощин. Этот мониторинг проводился на основании договоренности руководителей таможенных служб Польши и Беларуси. Основная цель мониторинга – определение временных отрезков проведения контрольных операций всеми службами, как на белорусской стороне, так и на польской. Мониторинг проводился путем выдачи каждому водителю оборотной карты при въезде в пункт пропуска Козловичи либо на грузовой терминал Корощин. При выезде с территории пункта пропуска сопредельного государства карта изымалась. В ней указывалась информация о времени проведения всех операций. Именно благодаря этому можно будет определить как время самого контроля, так и время ожидания перед ним. В настоящее время в пункте пропуска Козловичи при въезде грузовых транспортных средств в среднем время занимает от 2,5 до 3 часов. При выезде это порядка где-то 30 минут. Вот этот мониторинг, который мы проводим, он нам как раз и позволит найти наши узкие места для того, чтобы это время сократить. В 2014 году произошли большие изменения у нас. Таможенным органам были переданы функции транспортного контроля и документарного, санитарно-карантинного. Соответственно, поменялись наши функции и изменился порядок прохождения границы. Поэтому вот тот мониторинг, который мы проводили в настоящее время, он как раз и покажет эффективность тех мер, которые предпринимались ранее, в том числе по реализации принципа «две службы на границе». Сейчас данные обрабатывают специалисты. А если учесть, что сегодня в сутки через терминал Козловичи проходит порядка 1800 грузовых автомобилей, а эксперимент длился 5 дней, то промониторить надо ориентировочно 9000 автомобилей. По предварительным прогнозам ситуация разъяснится в первых числах марта.